Нашим сотрудникам полицейским проще поймать в парке какую-нибудь маму, которая гуляет с ребенком, и устроить показательный концерт. Попробуйте в любой больнице форточку открыть. Да вас растерзают. Наши люди из сквозняка боятся больше, чем коронавирус. А что делать с медиками? Может быть, одна надежда, что коронавирус научит вас ценить медработников. У нас нет стариков, мы их всех убили раньше. Я тоже надеюсь, надеюсь, но у них все время какие-то другие проблемы. И чтобы была мотивация, чтобы люди хотели, материально были заинтересованы, оказывать помощь таким образом. И все. Шановні читачі Голосу Карпат, сьогодні ми поспілкуємось з лікарем, кандидатом медичних наук, лікарем вищої категорії та телеведучим Євгеном Коваровським. Доброго дня. Здравствуйте. Євгене Олеговичу, як нам відомо, Закарпаття межує з кількома країнами, і на кордонах постійно великий потік подорожуючих. Зараз в контексті пандемії ситуація особливо ускладнена. І перше наше питання стосується саме цього. Що ви думаєте про потік людей на кордонах, котрі зараз просто десятками їдуть в транспорті, в автобусах, часто без банальних засобів захисту, дистанції, ну і, власне, як вже бачимо, відсутність обсервації потім. Що ви можете розповісти нам про небезпеки цього всього і можливі наслідки? Ну, для начала, все ви должны понимать, що від вас, от кожного із вас, зависять достаточно мало. Не можуть жителі Закарпаття повлиять на цей потік і перекрати границі. Не можуть вони реалізувати обсервацію людей. У вас на це нет денег. У держава нет денег. Друге. Государство придумало, я именно говорю слово «придумало» карантин, но это карантин очень условный, поскольку, как вы сами прекрасно понимаете, никаких особых мероприятий не происходит. Вы видите своими глазами запитый транспорт, очереди, людей, которые никакой самоізоляції не соблюдають, которые подходят друг к другу ближе, чем на метр, которые не имеют средств индивидуальной защиты. Вы все это видите своими глазами. И, как вы понимаете, государство никоим образом этих людей не накапливает. То есть нашим сотрудникам полицейским проще поймать в парке какую-нибудь маму, которая гуляет с ребенком, и устроить показательный концерт, как они тут борются со всем. А реально, там, где реально можно что-то помочь, мы не можем. Плохо это. С одной стороны, плохо. Но что, тем не менее, давайте мы, тем не менее, попытаемся не просто скулить и жаловаться. Вот, вы же понимаете, что там в той же Чехии или там в Польше нет ничего подобного. Это особенности наши, которые проявляются достаточно слабой властью, отсутствию у людей, уважение к законам, иногда просто низким уровнем интеллекта. И, ну вот, мы с этим сталкиваемся, а мы ничего с этим сделать не можем. Таким образом, что мы должны понимать? И это самое-самое главное. Коронавирус, он так устроен или так передается от человека к человеку с такой легкостью, что мы с ним все рано или поздно вынуждены будем встретиться. Рано или поздно. И тот факт, что сейчас в Украине нет строгих ограничительных мероприятий, может быть, и это не так плохо, как нам всем кажется. Потому что там, где жесткий карантин, то и там сейчас 10% населения повстречается с вирусом. Ну, например, там в Чесии, допустим, да. Когда осенью будет опять подъем заболевания, еще 10% повлияет. Так может происходить несколько лет. А в Закарпатье есть шансы, что сейчас 40% населения повстречается. Понимаете? Осенью еще 40% повстречается. И к следующей весне у большинства жителей будет иммунитет. Понимаете? И для нас это перестанет представлять угрозу. К чему я все это рассказываю? Потому что сейчас очень серьезно меняется отношение медицинской науки к тому, как это надо лечить. Уже очень много новых информаций, новых лекарств, новых способов лечения. И, скорее всего, произойдет, пройдет примерно полгода-год, и мы точно, я не очень надеюсь на то, что у нас будет вакцина, но, скорее всего, иметь методы лечения эффективные мы сможем. Шансы, да, это реальные. Так вот, что нам всем надо? Не всем сидеть по домам. А первое – спрятать по домам тех, для кого коронавирус – смертельная опасность. Смертельная опасность. Это кто? Вы же знаете, кто это? Это старики. Это мужчины, особенно мужчины, старше 60-ти, с лишним весом и высоким давлением. Вот это вот самые уязвимые категории. Поэтому можем сколько угодно кричать, обсервация, не обсервация. Но если мы хотим защитить нас, то мы должны выпустить на улицы, это мое мнение, молодежь, детей, пусть они общаются, вырабатывают иммунитет, но стариков строжайшим образом по домам. Понятно? То есть, в принципе, для женщины, именно почему я говорю женщинам, потому что женщины, на 7 тяжелобольных мужчин, одна женщина приходится тяжелобольная. То есть, женщины до 40 лет, они практически вне группы риска. Поэтому запретить им, заставить таких людей сидеть по домам – это, с моей точки зрения, неправильно. То есть, к чему я, собственно, все это говорю? Надо всем закарпатцам перестать надеяться на то, что сейчас государство что-то вам сделает, кого-то перекроет, что-то изменит. Не дождетесь. Нет у государства на это ни сил, ни средств, ни желания, ни умения. Поэтому рассчитывать надо только на свои собственные силы. Вот так вот, собираться, вот губернатор, вот люди, вот ваш мединститут, университет ваш, понимаете? Чтобы ваши врачи, ваши эпидемиологи, ваши дитейнисти определяли, как вам выжить вот в этих условиях. Все, ничего другого я не представляю. Так, дякую, что рассказали, это, правда, важливо. Но вот такое вот встречное вопрос, смотрите, молодые женщины, мамы с детьми, как им сейчас себя поводить? Чи нужно им идти на те риски, которые могут быть через штрафы и какую-то ответственность, но выйти на свежее повитое, ну, возможно, измените какую-то психологическую обстановку трохи. Понимаете, смотрите, ведь фактически вы сейчас требуете от меня ответа, где медицинская наука вступает в полное, я бы сказал, тотальное противоречие с тем, что говорят политики. То есть, фактически я, если я скажу, что сидеть по домам в мае месяце с детьми, да это бандитизм, такого не бывает, это преступление. Но, получается, если я говорю, ребята, идите гулять, то я же фактически призываю вас нарушать закон, то есть вы меня под статью криминальную подборите, правильно получается? Ну, вот так получается. Поэтому, если у вас есть бабушка в деревне, или вы там живете в доме, конечно, быть во дворе, давайте заниматься хозяйством. Но я не представляю, как женщина с ребенком может сидеть в квартире и не выходить, но, понимаете, если бы при этом мы видели, что на улицах нет людей, что нет переполненных автобусов, что все остальные, понимаете, вот рядом получается, что вот эти женщины с детьми, это объект охоты полицейских. А реальные правонарушители, они, с ними никто не связывается, потому что они или деньги платят, или имеют всех в виду. Вы понимаете, вот для нас всегда вот эта вот одинокая женщина с ребенком, которая нарушила карантин, это объект охоты. А реально автобус, забитый людьми, который подпирает людей на границе, это не объект охоты. А почему? Мы же с вами знаем, почему. Потому что те, кто владельцы этого автобуса и водители этого автобуса, поделились с теми, кто должен соблюдать закон. Правильно? Правильно. А что, мы этого не знаем? Но я могу вам что-то подсказать? Не знаю, что я могу в этой ситуации подсказать. Так, добре, спасибо за ответ. Дивіться, мы еще вот дійшли, або частково зачепили те питания, чи будет иммунитет якийсь загальний у людей, но пока что про это нам не знал. Другой можно сказать, что нужно нам загальнее тестирование всех жителей Украины, о котором сейчас последним временем говорят. Первое. На сегодня у нас нет тестов того уровня, того качества, которые позволяют нам на основании загального тестирования делать выводы далеко идущие. Нам надо не просто определить наличие или отсутствие антител. Более того, когда мы определяем наличие антител в мазках или вирусной ДНК методом ПЦР, мы можем очень часто просто не обнаружить. То есть мы неудачно взяли мазок, например. Понимаете? Вот в том комочке слизи, который вы зацепили во время взятия мазка, не оказалось материала, чтобы тест был положительным. Или, опять-таки, до 30% в лучшем случае, если тесты качественные. Понимаете? Если тесты качественные, то до 30% тестов показывают ложные результаты. В Америке, в США, например, в Аризоне, в Аризоне были партии тестов, которые закупало правительство США, где точность не превышала 20%. Представляете? Так у них же есть целые структуры, которые определяют качество тестов. Понимаете? Поэтому мы сейчас таких структур не имеем. Мы имеем в основном экспресс-тесты. А нам необходимо тестирование по крови, чтобы мы могли определять не просто наличие антител, но их концентрацию. Но для этого медицинская наука должна знать, какое количество антител дают гарантию от повторного заражения. На сегодня нет еще ответов на вопросы. Такие тесты только начали появляться. Они стоят достаточно большие деньги. Не все их еще производят. Но я, например, считаю, что к осени есть уже в мире будет достаточное количество надежных, хороших тестов, в качестве которых не будет сомнений. И тогда массовое тестирование позволит нам ответить на вопрос, кто уже болел, у кого есть иммунитет, у кого нет. И все эти разговоры про то, что вот у нас в январе уже это было, вот у нас куча случаев, каждый рассказывает, что я в январе болел, а я в декабре болел, у меня точно это было. И мы сможем получить ответы на все эти вопросы. Плюс мы будем знать, как долго эти антитела сохраняются в крови. Понимаете? Насколько они соответствуют изменяющемуся вирусу, смогут ли они защитить от вируса, который придет к нам, там осень и так далее. Короче говоря, да, тестирование вне всякого сомнения необходимо, и массовое в том числе, но, увы, не сейчас. А что надо делать сейчас? Постоянно, постоянно тестировать людей, которые по долгу службы общаются с большим количеством людей. Всех медработников, всех продавцов, всех работников банков, супермаркетов, почты, полицейских, водителей, всех, кто в толпе, их надо постоянно тестировать, чтобы, если у них обнаружено ДНК-вируса, РНК-вируса, тут же этого человека изолировать. Вот это вот для нас очень важно. И еще что очень-очень важно, это, я об этом много писал, говорил, не допускать ситуаций, когда в замкнутом помещении без вентиляции, без всего, собирается большое количество людей. То есть самое преступное, что можно вот сейчас сделать, это в одно помещение загнать кучу людей и не открыть там окна, например. То есть если в помещении нет сквозняка, все это преступление. Поэтому любой сельский магазинчик, а сельский магазинчик, это сплошь и рядом, ну комнатка там 3 на 3 метра, понимаете? Либо человек туда не заходит, ему выносят, либо там по одному и там открыты оба два окна, минимум два окна, чтобы было все время движение оружия. А вот тогда он может работать. И это проще, чем ждать, пока государство начнет там что-то делать и так далее. Так, дякую. Дивіться, ви знаете, что уже на сегодня третина инфекционных на Закарпатті это медики. Да. Евгений Олегович, вы как эксперт, или вы считаете такую динамику загрозливую? Конечно. это так, что потом будет никому людей лековать? Вне всякого сомнения. Вне всякого сомнения. Ситуация, даже если бы одна пятая медиков были заражены, все равно была бы угрожающей. Даже если бы медики не были заражены, все равно ситуация угрожающая, потому что медики низкооплачиваемы, немотивированы, очень не имеют адекватных средств защиты, сплошь и рядом не умеют ими пользоваться. Инфекционные больницы вплошь и рядом находятся в приспособленных зданиях, которые не вентилируются. Почему заражаются медики? Потому что в одном помещении находятся несколько высоко заразных больных. При этом в этом здании, в этом помещении нет нормальной вентиляции воздуха. Просто, потому что попробуйте в любой больнице форточку открыть, да вас растерзают. У нас же люди, наши люди из сквозняка боятся больше, чем коронавируса. Что вам рассказывать? Вы понимаете? И ничего с ними сделать нельзя. Поэтому, знаете, я вам расскажу историю очень интересную, вам, наверное, понравится. Я когда-то в молодости плавал, ну, короче, был в Сибири, и мы там были на Красноярском водохранилище, такое огромное море на реке Ениси. И вот там есть куча деревень, куда можно добраться только по льду. Ну, зимой. И вот зимой, когда на водохранилище становится лед метровый, метровый, туда идут самосвалы, везут уголь, там все, что надо, чтобы эти все уложили. И вот регулярно какой-нибудь самосвал проваливается и тонет. И чтобы они, и чтобы водители не погибали, они просто снимали с самосвала в двери. Вот они минус 40, а он едет без водительской двери. То есть, если он провалится, водитель успевает выпрыгнуть. И никто не говорил, а то мерзнут, они не мерзнут, едите без двери. Вот точно так же. Есть автобус. С двух сторон снимите в нем два окна. Понимаете? Что в автобусе был постоянный сквозняк. Лучше вы будете носами шмыгать, но в этом воздухе в автобусе не будет опасной концентрации вирусов. Понимаете? Я не вижу другого пути. Если мы будем слушать наших экспертов, всех вот этих вот, которые... Поэтому, ну что я вам скажу, надо выживать в этих городах. А что делать с медиками? Может быть, одна надежда, что коронавирус научит вас ценить медработников. Ценить. О том, что вы же... Никто же не может представить себе, что полицейский или там солдат будет без бронежилета, что у пожарного не будет одежды специальной, и так далее. А то, что у врача или у медсестры или у санитарки нет одежды специальной, это вообще преступление, это чистый бандитизм просто. Но это бандитизм людей, которые за это должны отвечать. Понимаете? Потому что если в конкретном отделении вот в больнице нет врачей средств индивидуальной защиты, немедленно меняйте главного врача, потому что этот главный врач думает о себе, а не о своих клиентах. Вот и все. Главная задача любого начальника, главное, всегда, везде, любой начальник, прежде всего, должен говорить о своих подчиненных, о людях, которые на него работают. Вот это самое главное. То есть, чтобы у нас не было занадто поздно, чтобы все не заражались, нужно державе какие заходы вживали для этого? Прежде всего, это, конечно же, средства индивидуальной защиты, которых не надо экономить. Вы понимаете? Вот же, почему врачи заражаются? Да потому что, во-первых, их надо учить. Учить, тренировать, чтобы люди умели одевать средства правильно. Они, слушай, рядом не умеют. Они, вот эти костюмы, которые вы сейчас видите по телевизору, да, у нас 99% медработников первый раз увидело эти костюмы в феврале месяце. Они вообще не знали об их существовании. Вы понимаете? Они не умеют правильно одеть. Они не могут маску снять, чтобы не коснуться лица рукой. Понимаете? Они не умеют перчатки одеть правильно, потому что их никто никогда этому не учил. Поэтому надо, чтобы они тренировались с утра. Ну, вы поймите, как человека заставить рисковать жизнью, тренироваться, вовремя менять костюмы. Если он получает 4 тысячи гривен в месяц, как? А рядом в Польше или в Венгрии он будет получать в 10 раз больше, а то и в 20. Какой смысл ему на это все тратить? Поэтому либо общество поймет это и будет кормить своих медработников и уважать или вы будете жить, как в пещере, понимаете, и лечиться бубнами, козьим жиром и парить ноги. И на этом все ваше лечение закончится. Вот и все. И мы к этому уже приближаемся. Нам немножко осталось. Скоро будем шаманские бубнами покупать вместо средств индивидуальной защиты. Дивите, у нас термены прогнозов пику коронавируса эпидемии цією, они смещаются, можно сказать, каждые 2 недели. Как вы считаете, пережила уже Украина пик эпидемии COVID-19? А если не пережила, то когда ожидать этого пика? Мне кажется, что уже пережила. Но я еще раз говорю, это мое мнение. Оно подтвердится или опровергнется 3 мая. Я вам могу посчитать, чтобы вы сами понимали. 19 апреля, как вы знаете, была православная паста. И 19 апреля огромное количество людей, несмотря на запреты, несмотря на все это, ходила на службу, обнималась, троекратно со всеми целовалась, а кто не пошел на службу, все равно ходили к родителям, к друзьям, то есть куча народу общалась. То есть если у нас сейчас идет еще активный инфекционный процесс, то логика показывает, что 19 апреля огромное количество людей должно было заразиться. Пока мы согласны с этим же, но логично, логично. если 19 апреля огромное количество людей могло заразиться, то мы знаем, что при коронавирусной инфекции средний инкубационный период равен 5 дня, 5 дней. То есть люди, которые заразились 19 числа, должны заболеть, заболеть где-то 23-24 апреля, заболеть. А людям, которые заболели, обычно через неделю, через 7 дней становится плохо. То есть 24 плюс 7 получается 1 мая. И вот 1 мая должно произойти массовое поступление в больницы тяжелых больниц. Если у нас активный инфекционный процесс. Если же этого, то есть если у нас эпидемия в разгаре, если мы пик еще не прошли, то 1-2 мая будет массовое поступление в больницу тяжелых больниц. Если же этого не произойдет, значит, что мы уже инфекционный процесс острый прошли, он позади. Или он еще до нас не дошел, в чем я сомневаюсь. Мы сподеваемся, что это оптимистичный прогноз, и он справедливо таким и будет. Так понимаете, смотрите, я же исхожу исключительно, это же чистая математика, понимаете, я говорю цифры, которые для, они абсолютно на сегодня очевидны, это никто не может оспорить, понимаете. То есть, из тех, кто, если у нас действительно есть сейчас много людей с коронавирусом, заразных, да, то, естественно, мы должны иметь подъем заболевательности. Вот сроки, о которых я вам рассказал. если этого не произойдет, значит, мы что-то не понимаем, значит, уже, скорее всего, все позади. Тут может играть, вы понимаете, на самом деле, что, если сравнивать там, Украину и Италию, ну, как можно сравнить интенсивность мероприятий карантинных у нас и у них, ну, где реально люди месяц не могут нос из дома высунуть, он в Испании разрешили вчера, по-моему, детям, младше 16 лет, впервые за месяц разрешили выходить из дома. Это праздник, там, такой люди могут высунуть нос. У нас же ничего подобного нет, вы понимаете? Ну, ничего подобного. У нас, теоретически, ну, количество нарушителей карантина, толпы в автобусах, люди работают, люди общаются, люди целуются, люди не пользуются средствами индивидуальной защиты. То есть, если сопоставлять нас там с тем же Испания и Италия, да у нас должны быть улицы трупами завалены, а у нас ничего подобного не происходит. Ну, реально не происходит. Вот у меня в Харькове, в Киеве, ну, нету такого, чтобы прямо все массово мергли, понимаете, как это было, если, извините, в Нью-Йорке возле больницы реприжераторы стоят, потому что трупы не могут вывозить, складывают в реприжераторы. У нас же нет ничего подобного. И мы не знаем, почему. Может быть, потому, что у нас нет стариков, мы их всех убили раньше, образом жизни, понимаешь, у нас нету такого количества стариков. Может быть, потому что нам всем делали вакцину ПЦЖ. Может быть, потому что мы привыкли жить в грязи, в антисанитарии, возможно, и у нас хороший местный иммунитет. Может быть, потому что мы не разбалованы там медициной, которая лечит нас от каждого чиха и привыкли лечиться сами. Может быть, может быть, мало ли, то есть есть куча каких-то факторов, которых мы, может быть, не понимаем, потому что в нашей стране идет естественный отбор. Мы выживаем сами, мы не так лечимся. Может быть, они же там, знаете, какое количество там стариков, да, 90-летних, в Испании, у нас же нету. Ну, у нас каждая 90-летняя бабушка, это как гордость. Пойдемте, я вам покажу старушка, у нас тут живет, она до 90 лет дожила. Понимаете? А у них там, они женятся в этом возрасте. И вот свадьба, ему 92, ей 91, они счастливы, довольны и так далее. И он виагры нажрался, и счастливый русик. Вы понимаете? То есть у нас же таких проблем вообще нет. Понимаете вообще? Сколько у нас домов престарелых, где они все живут? У нас же нету этого. То есть вполне возможно, есть какие-то факторы, которые нам, ну, упрощают нашу жизнь. Потому что, иногда смотришь, ну, нет ни одной инфекционной больницы на всю страну, где есть компьютерный томограф. На всю страну. То есть компьютерный томограф считается самым крутым способом диагностики на сегодня, самым круче всех рентгенов, круче всех тестов, самый эффективный метод диагностики, компьютерный томограф. Там действительно, я много уже видел этих снимков. Вы знаете, картинка легких на компьютерном томографе при COVID-19 такая, что вот не перепутаешь ни с чем. Вот любой студент скажет, да, 100% это англ. Понимаете? Так у нас, еще раз говорю вам, на всю страну ни одного компьютерного томографа в инфекционной больнице. Ноль. Понимаете? Ноль. При всем том, что компьютерный томограф, он, если он раньше там стоил десятки миллионов, то сейчас за 300-400 тысяч долларов можно купить классный компьютерный томограф. Вы понимаете? Но мы купим лучше два Мерседеса очередному олигарху, а это же мы в жизни не купим, потому что этот олигарх поедет же лечиться через границу. Он же в эту инфекционную больницу не придет. И вот это нам всем наука, чтобы мы знали, понимаете, что такое хорошо, что такое плохо. Так, это немного не наша компетенция, известно. К сожалению, да. Мы же их выбираем сами. А вот пусть, а теперь вы когда пойдете своих депутатов выбирать, то пусть он в программу запишет, что в компьютерной, что в инфекционной больнице у вас будут все необходимое, запас средств индивидуальной защиты, компьютерный томограф, доплаты врачам, вот тогда мы за него проголосуем. Понимаете? А он опять будет там вешать лапшу на уши, на каким богам молиться и на каком языке разговаривать. А то мы без него не разберемся. Понимаете? Да, да, выходит так. Дивіться, медреформа вторинной ланки, она стартувала уже саме під час карантину 1 квітня. Чи є ризики її початку в умовах пандемии? Якщо так, то чи варто було відстрочку якусь зробити? Вы же понимаете, что медреформа, все, что они делают, это попытка что-то закрыть, чтобы сэкономить деньги. Ну, в этом вся суть. Понимаете? Если денег нету, ну, хорошо, они бы ее отсрочили, они бы не говорили, что мы вам денег не дадим, они бы их просто не давали. Ну, чтобы для нас всех это изменило. Вопрос же именно в том, что в бюджете есть огромное количество трат, которые не являются жизненно необходимыми, без которых можно было бы обойтись, понимаете? Но на медицину найти любой ценой деньги. Более того, даже, как они говорят, что в бюджете прописано 5% на медицину, а реально дают 2,9%. Так вот, в чем проблема. Давайте же с этого начинать. То есть, в любом случае, есть прекрасная басня, называется Тришкин Кафтан. Вы куда не тяните, или ноги голые, или руки голые. Все равно на всех не хватает. Так вот, для того, а реформа, фактически, это попытка взять здесь и дать сюда. То есть, тут будет больше, а тут не будет ничего. Вот суть вся реформы. Ничего другого не меняется. Врачи лучше не становятся и так далее. Ну, вот как бы так все обстоят. Поэтому, главное, что мы должны понимать, что вся реформа, она немыслима, пока нет денег и нет порядка. Вы сейчас можете говорить, что это не наша с вами компетенция. Но наша компетенция выбирать власть. Вот это наша компетенция. Если власть если власть говорит о чем угодно, но в стране нет порядка и нет медицины, то страны не будет. Потому что люди, которые уезжают из страны, уезжают из страны, у них есть два главных объяснения, почему ты уезжаешь. Потому что нет законов и потому что нет, я, если со мной что случится, меня никто не защитит и никто не вылечит. Поэтому все из страны массово уезжают самые умные, самые светлые, самые предприимчивые и так далее. И вот остаются старики и несчастные и так далее. Вот и все. Дивиться, наступное, еще если повернулись до Закарпаття, мы допускаем, что в селах, особенно в Гирских, мало людей звертаются к лекарям. То есть, может быть и, наверное, не специально, но приховывание випадков. Как с этим всем разбираться, как выходит из этого положения? Вы понимаете, на самом деле, когда человек где-то в горах заболел, ну вот дальше, понимаете, какая ситуация? Вероятность того, что этот человек заболеет тяжело, реально тяжело, настолько, что ему нужна госпитализация, плюс кислород и так далее, она очень невелика на самом деле. Это единицы, единицы. Я не вижу ничего страшного. Послушайте меня, а что, раньше в горах, в селах люди не болели гриппом? Болели точно так же. И что, это нас всех сильно волновало? Ну, заболел, ну, заболел старик, ну, покашлял он месяц, ну, вылечился, пошел дальше. Только у них еще, что в горах, в Карпатах хорошо, что у людей легкие тренированные, потому что люди не ходят по ровной поверхности. Люди ходят или вверх, или вниз. Это шикарная тренировка легких. Я это прекрасно понимаю и знаю. И такие люди, как правило, болеют легко, потому что у них тренированная дыхательная система. Вот, у них сосуды умеют реагировать на дефицит кислорода и так далее. То есть, это нормально, ничего тут страшного нет. Но, как мы можем на это реагировать? Да никак мы не можем реагировать, к сожалению. Но, то, что у таких людей должна быть возможность хотя бы, возможность поговорить с врачом, поговорить. А для этого в 21 веке есть все условия. Все. Есть скайп, есть возможность, вот есть зум и, пожалуйста, общайтесь. И на самом деле, я лично считаю, что не надо, как это многие говорят, что вот, у нас тут нету, не надо держать в каждой деревне шельшерский, акушерский пункт. Не надо. Но иметь одного на всю деревню человека, который бы умел общаться со скайпом и мог организовать встречу врача и пациента, более того, иметь на деревню один ноутбук, к которому подключается стетоскоп, фонарик для осмортера горла и уха, аппарат измерения давления, пульсоксиметр и так далее. Все это вообще ерунда. Такой ноутбук со всеми насадками стоит, ну, максимум полторы тысячи долларов. Максимум. Вот, и он заменяет вполне фельшерский акушерский пункт. Понимаете? Врач может, не выходя из Ужгорода, посмотреть всех, рассказать, сказать и сказать. Более того, если это будет, там, условно, местная учительница какая-то, да, вот она, девочка, она закончит трехмесячные курсы и у нее будет дома стоять вот этот ноутбук, и она будет иметь возможность любого жителя села, он к ней пришел, они соединились, показали, рассказали, или она с этим ноутбуком придет к любому человеку и каждое село может так договориться и сделать. Это огромная экономия, но это и очень эффективно. А правительство там или губернские власти, они разработают какой список, какие лекарства должны быть у этой девочки. Вот, врач посмотрела, у него есть список, обязательно, как раз сказали, дай вот это, вот это, вот это, а при таких-то симптомах все, везите к нам, например, понимаете? Это несложно на самом деле, надо просто понимать, чтобы у людей было желание и заинтересованность, мотивация, понимаете? Посчитать, сколько денег уходит на фельдшерский, акушерский пункт, да? Вот мы посчитали, на него уходит, обусловно, рядом сто тысяч в год. Так за сто тысяч в год мы купим вот этот ноутбук и дадим деньги вот этой девочке, которая будет выполнять эти функции. Это будет и эффективно, и безопасно, и круто. Я это говорю, как человек, который я провел, ну, больше полумиллиона консультаций по скальку. Я знаю, что это такое. Это очень эффективно, если ты умеешь в этом все. Поэтому я вообще считаю, что сейчас решить проблему с доступом людей в горах, там, в труднодоступных местах к медицинской помощи очень упрощается, но главное, чтобы был интернет и чтобы была мотивация, чтобы люди хотели, материально были заинтересованы оказывать помощь таким образом. И все. Так, мы сподеваемся, что дослухаются до этих ваших рекомендаций. Вы знаете, я тоже надеюсь, надеюсь, но у них все время какие-то другие проблемы. Они же об этом вот они не слушают. У них какие-то там, они вот, ну, что вам, вы сами видите информационное поле, понимаете, чем они все заняты. Ну, вот, каждый Божий день они делят деньги, делят власть, о чем угодно. Говорят только не о людях, не о медицине, не о детях, не о стариках. О чем угодно. О чем угодно. Так, дивіться, мы вот почали говорити про науково-технічні якісь способи, як би може попередити чи лікувати. Які ще додаткові заходи, ну, в контексті того, що Закарпаття це транскордонна область, і тут чимало людей заїжджають, в'їжджають, вантажі в тому числі. Але які додаткові заходи могли би бути, аби оце все враховувати і як би попереджувати оці всі ризики? Можливо, зі сторони влади чи, власне, медиків, що би вони мали робити? Ви понимаєте, ну, чесно вам скажу, я не можу дати якісь конкретні рекомендації, що робити в рамках именно коронавірусу. Ну, понимаєте, любі рекомендації, ну, взяти, там, наприклад, те же експрес-тесты, ну, ще раз, вони можуть бути недостоверними. Ну, понятно, що можна предложити там массове тестування на границі. Ну, он сейчас, у нього тест отрицательний, завтра буде положительний. Ви понимаєте, ну, просто нельзя превращаться в зомби, що вся наша життя, сплошной коронавірус. Ну, просто, мы просто убьем экономику, убьем людей і все остальное. Надо научиться жить вместе с ним. Понимаєте, надо везде, где только можна, научитесь мыть руки. Научитесь мыть руки, не прикасаясь к кранам. Ну, щоб были, ну, опять-таки, можна же повесить везде, где только можна, датчики, да, щоб не було, упаси Боже, каких-то там вафельних полотенців, щоб были только разовое все. Ну, везде санитайзеры, где только можна, везде соблюдение дистанции і так далі. Понимаєте, какая ситуація? Свої точки зрения, когда у тебе трансгранична область, через которую идет огромний поток, да, если бы все по правилам, чтобы не совать в свой карман, да, а думать о людях, то на отелях, на ресторанах, да у вас, если понимать, какие у нас уровня врачи, понимаете, да у нас на медицинском туризме Закарпатья може зарабатывать, потому что сравнить, если стоматологические услуги у нас и в той же там Венгрии, понимаете, так у нас тоже качество, но в три раза дешевле, понимаете, да у нас, развяжите людям руки, да у нас вся Европа будет в Закарпатье лечить зубы себе, вы понимаете, и так далее, а мы им и отели, построим и рестораны, и туризмы, в горы отпитем и все остальное, только не мешайте людям проявлять инициативу, не трогайте малый бизнес, понимаете, научите людей правде, что тут сложного такого, понимаете, и всех вот этих, которые на месте пытаются все в себе в карман, задавить тут же, понимаете, для этого нужно государство, чтобы была власть, дисциплина, и чтобы оставить людей в покое, чтобы люди могли зарабатывать честно, честно, вот задача власти сделать все, чтобы зарабатывать честно, в Закарпатье таких возможностей может быть в 10 раз больше, чем где угодно, понимаете, я живу в Харькове, вы это знаете, наверное, да, у меня 40 километров до границы с Россией, 40 километров, до войны, до войны, в Харькове толпы были с России, которые приезжали сюда к врачам, супермаркеты, на наши рынки, зарабатывали кучу денег, весь Харьков зарабатывал на этом кучу денег, сейчас всего этого нет, но у вас-то эти возможности остались, я же прекрасно понимаю, какие это возможности зарабатывать деньги, просто если бы мы ценили своих врачей, понимаете, мы бы, еще раз говорю, Закарпатия имеет все возможности стать центром медицинского туризма, центром, только надо, чтобы понимать, как это круто, вы понимаете, еще раз говорю, в ваших горах, какие можно было бы поставить в Карпатах дома, вы знаете, что, например, сейчас там в Европе чуть ли не самый большой дефицит, это дома престарелых, они платят полторы тысячи евро в месяц за одного человека, понимаете, да в Закарпатии можно настроить этих домов престарелых, со всей Европы тут бабки-детки будут быть, миллионы будем, миллиарды зарабатывать, понимаете, только если бы людей оставили в покое, понимаете, разрешили нормально, честно зарабатывать, а не красть, воровать и заниматься контрабандой, вот понимаете, вот все же вот так вот происходит, просто никто об этом думать не хочет, к сожалению, все думают только о том, как себе в карман будет. У вас чудовый бизнес-план, дякую вам за него. Ну, значит, считайте, что я вас буду медицинским консультантом, как вы станете губернатором. Обовязково. Дивите, может быть, вы сказали, что саме для Закарпатии, как бы, покращить здоровье на завершение. Ребята, я главное хотел бы просто обратить внимание всех, что надо поменьше надеяться на то, что какой-то добрый дядя со стороны вас научит или вам что-то продаст, какую-то таблетку для иммунитета, вы сами кузнецы своего счастья. Об этом надо думать. Я для вас все уже записал. Вот у вас есть там выход на телевидение, есть моя видео большое на Ютубе, моя инструкция по самоспасению. Что делать каждому, я всем разрешаю брать и бесплатно показывать. Ради его отберите. Я написал недавно статью большую про то, как избежать заражение, про то, что такое инфицирующая доза. Возьмите ее, переведите ее, если вам надо, на любой язык. Размещайте. У меня она на русском и на английском, есть у меня на сайте. Пожалуйста, берите, смотрите, читайте. Никаких вопросов нет. Пользуйтесь всем. Я поймите, нет смысла сейчас повторять, я все уже создал. Более того, я все материалы, которые создаю, выдаю в открытый доступ и разрешаю всем пользоваться. Берите, учите. Главное, опасное, еще раз обращаю внимание, это толпа внутри помещения, которая не вентилируется. Поэтому вот об этом думайте больше всего. Если в комнате свежий воздух, если там немного людей, вы не заболеете тяжело. Понятно? Вы получите мало вируса и у вас будет легкая форма болезни. Вот это главное, что вам надо знать. Дякуємо. Дякуємо за разгорнуту ответственность, что нашли для нас час поспілкуватись. Мы будем рады бачить... Здорово, надеюсь, доживем до хороших времен. Все будет нормально. Все. Так, будем рады бачить вас на Закарпатті. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Дякуємо. Счастливо. Счастливо. Счастливо.